Воспитание детей – огромный труд. Особое внимание требуется приемным детям, которые нуждаются в родительской любви и заботе. В Славянском районе есть более ста замещающих семей. Они взяли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня мы расскажем вам об одной из них. Знакомьтесь, семья Лавренковых. В дружной семье Лавренковых, которая проживает в хуторе Коржевском, было трое своих детей. Семья хорошая, взрослые успешно работают. Есть большой уютный дом, в котором царят мир и взаимопонимание. Казалось бы, живи и радуйся жизни. Но в большом сердце мамы, Алены Лавренковой, нашлось место и для других детей, обделенных родительской любовью. На семейном совете с мужем Сергеем решили взять на воспитание приемных детей. И в один прекрасный день с опеки позвонили и сказали, Алена Анатольевна, мы уже прошли школу приемных родителей, уже время прошло много. Если вы хотите, у нас есть прекрасная девочка с кавказским характером, потому что я сама кавказская, кровей кавказских. Вам с ней будет хорошо и ей с вами, потому что она такая же темпераментная, как и вы. Так у нас в семье появилась Джанетта. Джанетта побывала у Лавренковых в гостях. Ей тут очень понравилось. И она без колебаний согласилась остаться в семье. Она пригласила с собой своего друга Пашу. И вот они уже живут здесь пять лет. Я хотела, чтобы у меня была семья хорошая, была мама, папа. Любили меня. И эта мечта у меня совершилась. У меня появился новый брат, сестра, о которых я все время мечтала. И мама с папой, о которых я все время мечтала. Некоторых удивляет, как это воспитывать столько детей. Конечно, для этого нужно иметь любовь к ним и недюжинный педагогический талант. Щедро тратить душевную энергию. Это было тяжело. Это было легко. Это были слезы. Это была радость. Это был стресс, эмоции. Но я ни разу не пожалела о том, что они появились в моей семье. Сергей Лавренков, который работает водителем, примерный семьянин, души не чает в детях. Если не мы, то кто? Зато они рады. Все хорошо у нас. Смеются, радуются. Как-то все в лагеря посъезжались, а мы с матерью остались вдвоем одни. А скучно. Все, нету этой суеты. Нету радости. Все, поехали в гости по лагерям. Да, уже без детей не можешь. В сентябре прошлого года прозвучал звонок из опеки. У вас очень хорошая семья. У нас есть прекрасные дети. Так полгода назад семья Лавренковых стала еще больше. Сюда пришло сразу четверо детей. Мы поехали в интернат. Это было 12 сентября. У самого младшего Покрасова был день рождения. Я купила торты, яблок. Мы с ними познакомились. На что в этот же день они мне сказали, да, мы хотим жить у вас. 17 числа, в день рождения Мишки, сентября, семья Покрасовых стала семьей Лавренковых. И приехала жить к нам. Наверное, первое время в новой семье самое непростое. И все-таки полгода – достаточный срок, чтобы освоиться. Мне нравится абсолютно все. У меня здесь появились новые друзья. Это как будто заново родился ты. Ну, здесь круто прям, я не знаю, но как будто жизнь заново подарили. Каждому ребенку в семье Лавренковых умеют подобрать свой ключик. Дети хорошо учатся, охотно участвуют в домашнем труде. Мальчики с помощью папы приучаются к мужской работе, помогают в приусадебном хозяйстве. А девочки перенимают от мамы секреты домоводства, уже умеют приготовить обед и навести порядок. Я стараюсь их всему научить. Уже вот Татьяна пришла с Олесь, они не могли элементарных вещей по кухне. Уже девочки справляются, уже могут сварить кашу, суп, пожарить картошку, собрать борщ в кучу. Я работаю же, у меня же есть основная работа, на которую я хожу. И мне не доставляет труда того, что у меня 9 человек, 10 с папой, с нашим человек дома. И я прибегаю домой, не хватаюсь, у меня уже порядок в доме. Все дети заботятся друг о друге. В доме царит атмосфера дружбы, радости и любви. Появился Паша и Жанна. Жизнь стала повеселее. Начали помогать по дому. Лучше стало. Мне нравится, что у меня много братьев и сестер. Потому что с ними весело, они со мной играются. В семье уделяется большое внимание развитию детей. Джанета и Таня любят заниматься в волейбольной секции. Мирослава и Олеся увлекаются пением. Матвей свободное время делит между спортом и домашним хозяйством. Миша охотно мастерит, а Дима рисует. Словом, все дети живут здесь полноценной жизнью. Вместе учатся, отдыхают и развлекаются. Вот так живет замечательная семья Лавренковых.